Не могу сказать, что истекшая неделя была насыщена какими-то яркими событиями. Складывается ощущение, что все притихли, притаились в ожидании вот этих вот странных дней, которые то ли каникулы, то ли принудительное безделье. Совершенно непонятно, сколько на самом деле продлятся эти искусственные выходные дни. Во многих регионах от губернаторов поступают вполне себе толстые намеки о том, что мы будем продлевать этот режим до тех пор, пока вы все не привьетесь. У нас в Башкирии пока это все потише. Анна Попова заявила, что Калмыкия и Башкирия это единственные регионы, в которых нет прироста заболеваемости ковидом. Но оставим, конечно, это все на ее совести. Посмотрим, как оно на самом деле. И тем не менее, обсудим те события, которые случились на прошедшей неделе. Из новостей госуправления на прошедшей неделе бурно обсуждалась отставка министра спорта господина Хабибова, а вернее потенциальная возможность этой отставки, потому что сейчас господин Хабибов официально в отпуске, отказывается от каких-либо комментариев, и пока эту информацию можно отнести к категориям слухов, несмотря на то, что издание про УФУ на прошедшей неделе опубликовало статью о том, что в Минспорте Башкирии якобы прошли некие действия, прокурорская проверка и последовавшие за этим возбуждение уголовного дела. Безусловно, речь идет о нецелевом или неправильном расходовании денежных средств. По иным причинам довольно редко в ведомствах у нас заводят уголовные дела. Пруфы пишут о том, что после возбуждения уголовного дела господин Хабибов написал якобы заявление об уходе по собственному желанию и о том, что Башкирский Белый дом уже изъявил согласие приютить беглого министра спорта в своем лоне. Вообще в этом смысле, конечно, Белый дом превращается в некий отстойник или в программу по защите свидетелей, я уж точно не знаю. Но помимо вот этих слухов и предположений, есть, конечно, и факты. Факты говорят о том, что в ведомстве господина Хабибова действительно происходит что-то нехорошее. И речь идет о многих спортивных стройках, на которых допущены определенные нарушения в связи со строительством, там в том числе и денежные. Речь идет о том, что ведется очень странная, подозрительная кадровая политика по части того, что в некоторых учреждениях подведомственных Хабибову выявлены факты мертвых душ, выплаты зарплаты несуществующим сотрудникам и прочее, прочее. В общем, на фоне этого, конечно, разговоры об отставке господина Хабибова более чем уместны. Эфир «Эхо Москвы» на прошедшей неделе удивлял обилием Мурзагулова. Как не включишь радио «Эхо Москвы» в Уфе, сразу напоришься на Мурзагулова. Ну и началось все, собственно, с передачи «Персонально ваш», в которую пригласили Ростислава. Не понимаю, с какой целью, но, тем не менее, практически всю передачу Ростислав рассказывал, какой он теперь новый Ростислав. Ну, безусловно, как у него принято, он начал с того, что стал описывать последний период своей бурной биографии. Начнем с того, что в последние пару-тройку недель «Инфантерибл башкирской политики» накропал очередную книжку. По-моему, это уже четвертый опус. Честно говоря, с литературной точки зрения у него чем дальше, тем хуже. Я прочитал его первую книжку, потом вторую, дальше уже не смог, правда, потому что вторая была отвратительна до тошноты. Но, тем не менее, четвертая, судя по всему, в ближайшее время уже появится. Далее господин Мурзагулов поведал нам о том, что теперь он полностью по ушу ушел в футбол, что футбол – это вообще наше все, что футбол нам совсем-совсем необходим. И было бы странно эти слушать мантры дальше, если бы вдруг не стало понятно из его речей, что Ростислав Равкатович находится в остром предвкушении появления глобального системного спонсора ФК «Урал». И тут, конечно, дело уже вовсе не любви к спорту, в любви к денежным знакам. Тем не менее, на фоне всех вот этих бормотаний и важностей башкирского футбола мы наблюдаем совершенно катастрофический проигрыш футбольного клуба «Уфа» малозаметному футбольному клубу «Алания» со счетом 0-2 и «Уфа» вылетела там откуда-то, куда-то, суть по всему, безвозвратно. Далее Мурзаголов начал каяться. Каяться в том, что он неправильно себя вел в Белом доме, в последний свой в него заход, наломал дров, лез в бутылку и так далее, и так далее. Вот примерно такими выражениями он характеризовал свою манеру работы в Белом доме, все время пытаясь доказать, что он был абсолютно свободен, независим, черт знает какой либерал, и именно это его и погубило. Как мы все и ожидали, после ухода из Белого дома Мурзагулов начинает кидаться кизяком. Этот случай уже не стал исключением. Рассуждая о Хабирове в эфире «Ха Москвы», господин Мурзагулов сообщил нам, что ради Хабиров абсолютно заскорузлый консерватор, не способный на какие-то креативные мысли, не терпящий разнообразия в одежде и макияже, и украшениях своих сотрудников вне зависимости от их пола. В общем, рисуется такая неприглядная картинка какого-то консервативного старика. Вот примерно таким Мурзагулов нам же вописует своего еще вчера друга Хабирова. На вопрос радиоведущего о том, кем же теперь можно считать Ростислава Равкатовича, Мурзагулов сообщил, что у него существенные проблемы с самоиндентификацией. Не знаю, чем они вызваны, то ли переходом сезона года, то ли какими-то, может быть, препаратами, а, возможно, и переосмыслением жизненной позиции, этого точно мы знать не можем, но, тем не менее, распознать себя в пространстве Ростислав Равкатович до конца не может. В конечном итоге, поразмыслив и покривлявшись в эфире, он все-таки заявил, что он скорее писатель, чем читатель, но это не точно, а, возможно, он на самом деле просто очередной сын лейтенанта Шмидта и турецко-подданный. Впрочем, эти эфиры Мурзагуловы на эхе Москвы в минувшую неделю интересны скорее с какой-то исследовательской, медицинской точки зрения, потому что на острые вопросы Ростислав не отвечал, обходил их, а уж когда его припирали к стенке, обходил с аргументированными ответами, что сами вы все дураки. Ну, собственно, это, наверное, закономерно, потому что то, что творилось при Мурзагулове в Белом доме, иначе как мракобесием и каким-то совершенно таким штучным идиотизмом назвать нельзя. Слава богу, это все завершилось и закончилось. Мурзагулов одна из кадровых ошибок Хабирова. Ошибок этих много. У него еще есть Барданов и Прочаковская, например. Это из такого, что сразу приходит на ум. Но постепенно, постепенно и эти коросты, наверное, будут тоже отваливаться от Радия Фаритовича. Важно понять, что же останется в чистом остатке. Анализируя статистику нашего канала, я с удивлением обнаружил, что более 26 тысяч постоянных уникальных зрителей, которые регулярно смотрели наш канал, например, в октябре, так вот более 26 тысяч человек не подписан на наш канал. Но, дорогие мои, зачем вы мучаетесь и каждый раз в поисковике находите наш канал? Нажмите кнопку подписаться, нажмите колокольчик и информация о новых выпусках будет приходить к вам автоматически. Ну, а также не забывайте, пожалуйста, щелкать мышкой и ставить лайки. Потому что лайки нам действительно нужны. Они нужны нам и для регулярных выпусков, и во время стримов. Лайки — это некое топливо для нашего канала, которое поднимает канал наверх, которое собирает больше зрителей и, собственно, делает наш канал интереснее. В ближайшее время нас ожидают перемены и, в частности, перемены в наших кошельках. На прошедшей неделе я обобщил четыре новости, которые касаются непосредственно нашего региона и которые касаются изменений тарифов, подорожаний чего-то и так далее. Была такая смешная шутка на прошедшей неделе, что дела наши идут неплохо, подорожали только две группы товаров, продовольственные и непродовольственные. Но это шутка. А вот всерьез будет следующее. Примерно на 25-30% в ближайшее время вырастет плата за вывоз мусора. Ну, сами понимаете, мусорная реформа же уже триумфально завершилась. Вы не замечаете, нет? Особенно в сельской местности, да? Не замечаете, странно. Не знаю, какова будет судьба господина Искандарова, нашего министра экологии, который ответственен сейчас за мусорную реформу, и к которому огромное количество претензий, в том числе и от руководства. В общем-то, не очень задалась мусорная реформа, но при этом цены на вывоз мусора будут неизбежно расти. Как мы и упоминали ранее, на 25% по всей видимости с нового года вырастет плата за капитальный ремонт. Тот самый взнос имени Павла Качкаева будет расти планомерно. Павел Рюрикович не остановится на своем, и вот аж на четверть увеличится вот эта плата. Уже с 1 ноября существенно возрастет плата за детский сад. Вот это вообще серьезно. До 150 1 рубля в день вырастет минимальная плата за детский сад в Башкирии. Вырастет она резко аж на 25 рублей в день. Минимальная плата за месячное содержание ребенка в детском саду будет примерно 4600 рублей. Для многих семей, особенно многодетных, это существенная сумма. Подорожает и проезд в общественном транспорте. По крайней мере, в 9 маршрутах города Уфы цена поднимется до 35 и 30 рублей. И, соответственно, ну, как не поднять цену, когда мы заканчиваем транспортную реформу? Или вы тоже не заметили того, что Техас Хабирова как бы одержал оглушительную победу? Нет, не заметили? Ну, я тоже, собственно, не заметил. Кроме вот этих вот, на мой взгляд, неудачных автобусов, которые были выбраны для Уфы, ничего нового в транспорте не произошло. Умные остановки отчаянно тупят, многие из них уже умерли. Или там горе от ума случилось у них. Но, собственно, иных иллюстраций транспортной реформы мы не видим. Надо отметить, что чиновники на фоне вот этих вот разнообразных и массовых повышений цен и цен на услуги эти чиновники не сидят, сложа руки. Например, на прошедшей неделе они активно выдумывали причину того, почему происходит подорожание того-сего и этого. Например, председатель Государственного комитета по тарифам Республики Башкортостан Светлана Бурдюк на прошедшей неделе выдумала версию, почему же уфимцы и вообще жители Башкирии так много платят за отопление. Ну, вообще, эта тема такая очень популярная. Сейчас, наверное, есть некий закрытый конкурс в Белом доме для своих сотрудников. Тот, кто выдумает наиболее правдоподобную версию существования и обоснования этого тарифа, тот, видимо, получит премию. Потому что наотрез они отказываются признавать то, что тариф просто высосан из пальца и огромный, самый большой по России, потому что там братьям Ковальчукам сильно нужны деньги. Это они не хотят признавать. И вот Светлана Бурдюк на прошедшей неделе выдала новый Перл. Она заявила, что уфимцы платят так много за отопление, потому что уфе очень большая продолжительность теплотрасс. Ну, блин, камон. Может быть, что-нибудь она могла поправдоподобнее придумать. Например, то, что уфимцев слишком длинные волосы в среднем. И за это они много платят за отопление. Или цвет глаз у них какой-нибудь особенный в массе своей. И потому они тоже платят больше за отопление. Но это было, пожалуй, более правдоподобно, чем у длина труб. А вот в Училлах есть такой населенный пункт в республике Башкортостан. Ситуация, пожалуй, что посерьезнее, чем в Уфе. И это вам не 35 рублей за проезд. Дело в том, что, как сообщают нижители этого замечательного населенного пункта, на 70 тысяч человек, которые там проживают, в Училлах осталось только два терапевта. Представляете? То есть на одного врача приходится 35 тысяч человек. Это очень странно. Кроме того, в этом славном городе Училлы на данный момент закрыты морг, родильное отделение и медицинская лаборатория. То есть если трезво оглянуться и ужаснуться, становится понятно, что рождаться и умирать в Училлах категорически не рекомендуется. Судя по всему и население этого замечательного населенного пункта стремительно уменьшается. Но всегда, впрочем, есть альтернатива. Можно влезть в кузов грузовика и громко запеть песню «Ай Хабиров молодись», например. Хотя боюсь, что в Училлах за это могут и по морде надавать. Жители Училлов не оставили эту ситуацию без внимания. Прошло некоторое количество сходов, которые нельзя, наверное, называть митингами. По крайней мере, полиция не решилась интерпретировать это собрание граждан как митинг и не предпринимала никаких карательных действий. В результате всего этого надо отдать должное федеральному Минздраву, который обратил внимание на эту ситуацию в Училлах. И господин Мурашко, федеральный министр здравоохранения и его ведомство в целом сообщило о том, что берет на контроль ситуацию в Училлах и пообещали каким-то образом изменить ситуацию с врачами и количеством лечебных учреждений в этом городе. Как становится понятно, команда Хабирова в принципе не может существовать без конфликтов. Конфликты и противодействия чему-либо для них некий питательный бульон для амеб. Они не могут ни жить, ни размножаться без вот этой напряженности. И судя по всему всероссийская перепись населения тоже превратилась в конфликт и в конфликт непосредственно с соседним Татарстаном. Собственно, чего боятся башкирские власти, почему их так будоражит это, в общем-то, социологическое действие, я имею в виду перепись населения, чего тут, собственно, боятся и многие не понимают. Объясню. Есть два аспекта, которые тревожат башкирский Белый дом и которые они стараются не допустить в том виде, в котором эти аспекты могут проявиться. Речь идет о том, что очень вероятно, что в результате переписи может выясниться, что население республики Башкортостан снизилось ниже планки в 4 миллиона человек. Напомню, что на момент прихода Хабирова к власти официально считалось, что население республики Башкортостан составляет 4 миллиона 40 тысяч человек. И если по прошествии трех лет у власти выяснится, что население упало ниже этой психологической отметки в 4 миллиона, безусловно, начнутся разговоры, что при Хабирове население вымирает и разбегается из нашей благословенной республики, что, наверное, нежелательно для имиджа нашего Башлыка. Вторым тревожащим аспектом для Хабирова и его команды является национальный состав республики. Из раза в раз, из переписи в перепись шла борьба за то, чтобы этот состав соответствовал неким представлениям о прекрасном, который существует в Белом доме. Безусловно, башкирской власти нужно придерживаться некоторой концепции народонаселения Башкортостана и, конечно, им очень не хочется обнаружить, например, резкое и необъяснимое возрастание татарского населения в Башкирии, особенно на вот этом вот северо-западе, где они аж изобрели для татар особый северо-западный диалект башкирского языка. В общем, вот эта история очень их беспокоит. Ну, собственно, это беспокойство Хабирова и Барданова, вот они двое, оба, ну, там еще где-то рядом немножко Сидякин, из-под Тишка действует в этом направлении. вот эта команда, она пытается обеспечить некий национальный баланс в республике. Средств для того, чтобы каким-то образом изменить национальный состав региона, у них немного, и башкирская элитка уже в открытую начинает призывать, как они пишут, записываться башкирами, ну, в частности, вот госпожа Айткулова, новоиспеченный депутат Государственной Думы от Башкортостана обратилась к соплеменникам и согражданам с призывом записываться башкирами, потому что это потом будет очень хорошо, правильно и выгодно для них же самих. Ну, весьма спорное заявление, весьма спорный призыв. Напомню, что каждый имеет право записаться под любой национальностью во время переписи. Более того, он может считать себя чайником, кофейником или записной книжкой в качестве национальности. И именно эту формулировку переписчик обязан занести в переписной лист. Дело в том, что вот переписчик не обсуждает особенно национальный аспект с тем, кого переписывается. Если я скажу, что я татарин, я буду татарином. Если я скажу, что я башкир, то я буду башкиром по переписи и так далее, и так далее. В ходе этого процесса переписи сложилась очень нервозная, нездоровая атмосфера в отношениях между соседними братскими республиками. Я имею в виду Татарстан и Башкортостан. Стороны обменялись ехидными выходками. Татарстан прислал нам какой-то караван культуры и автопробег книжного издательства Китаб. Впрочем, автопробег был встречен почему-то в Башкортостане автоматчиками из Росгвардии, которые настоятельно рекомендовали прекратить действия и, в общем, как-то всячески препятствовали этому всему. Впрочем, не военным и не силовым способом, но, в общем, была такая встреча. В ответ Сидякин и Барданов вбросили в медиапространство и вовсе информацию о том, что Ментимер Шаймиев оказывается не татарин и башкир. Как будто бы быть башкиром это преступление или быть татарином это преступление. Вот мне вот это особенно завело. Но вообще Саша доиграется вот этими выходками. Они там опубликовали какие-то очень похожие но настоящие древние метрики Ментимера Шариповича о том, что он на самом-то деле он оказывается башкир. Ой, доиграется Саша вообще, потому что мы же помним, что довольно длительный период времени Сидякин был сенатором или депутатом Госдумы от Татарстана и вообще находился в прямом подчинении и Мениханова и Шаймиева и вот после вот этих вот хулиганских выходок с метриками пожалуй, что Ментимер Шарипович кряхтя привстанет достанет какую-нибудь папку с полки с надписью Сидякин развяжет ветхие завязки и вот в этой папке будут уж точно не метрики там где родился Сидякин в глубине сибирских руд а вот там точно будут посерьезнее бумажки вот я и удивляюсь почему Саша вот этого не боится резюмируя историю с переписью конечно надо сказать что обе стороны Татарстана и Башкортостана вот в этом противодействии в этих играх пожалуй что наносят вред именно самой переписи искажают ее данные и в конечном итоге мы истратив довольно много денег на перепись можем получить не аутентичные ненастоящие результаты этой переписи уже Кремль обратил на это внимание уже провели закрытое совещание надавали по шапке Хабирову за те действия которые он и его команда производит во время этой переписи ну потому что действительно какая-то реально диверсия вообще во время переписи начинает устраивать вот эти вот шабаши и всякие там истории про Башкира Шаймиева вернемся в Уфу судя по всему район вокруг парка Гафурии прилегающая территория части улицы Зорге и вот этот вот зеленый район превращается в очевидную точку напряжения в горячую точку города Уфы именно в этом районе образовалось движение дворы наши именно там началось противостояние с строительной компанией Жилстройинвест и теперь это противостояние набирает многообразие активисты движения дворы наши уже воюют не только с Жилстройинвестом но и с некой компанией которая планирует возвести точечную высотку на месте сносимого Акафе дворы наши воюют за то чтобы сохранить пешеходные тропы в парке за то чтобы не вырубался парк Гафури собственно активисты на мой взгляд обоснованно беспокоятся за целостность парка рядом с которым они живут потому что судьба иных парков Уфы она вообще не внушает оптимизма я говорю например про парк Якутова который становится все меньше и меньше на прошедшей неделе мы узнали о том что мэрия одобрила строительство очередной точечной высотки в парке Якутова и там исчезнет еще одна часть этого парка якобы сносит гаражи но мы увидим что там и часть зеленой части этого парка уничтожится в общем-то парк съежился и превратился фактически в дорожку вокруг озера того и гляди по центру озера тоже какой-нибудь домишко построят ну кстати это привет депутату горсовета Марчо потому что во многом все эти процессы связаны именно с ним и не только парк Якутова вызывает беспокойство у активистов дворы наши еще например парк Кашкадан вокруг которого ходят и щелкают зубами застройщики депутаты горсовета там тоже происходят некие процессы с выделением и отъемом земли земель под строительство вокруг Кашкадана в общем есть основания у активистов движения дворы наши которые защищают парк Гафури есть основания беспокоиться на прошедшей неделе они заявили некий флешмоб который случится около здания пустующего госцирка Уфы не знаю насколько это получится массово и будет ли он вообще этот флешмоб но планируют они некую реинкарнацию событий на Каштау речь идет о растягивании флага вокруг некой территории как бы символизируя тем ограждение охранения этой территории от разграблений и застройки в общем становится жарко в этом районе Уфы будем наблюдать и будем помогать людям отстаивать свои интересы практически на всю Россию прогремел сюжет из стереотомака с этим безобразно жестким задержанием пенсионерки Валерии Звонаревой за то что она пыталась сесть в автобус без QR-кода прославились очередной раз но на этой неделе суд поставил точку в этой истории Валерия Звонарева оштрафована на 2000 рублей за вот эту историю за то что она не подчинялась полиции и пыталась сесть в автобус без QR-кода собственно это некий компромисс вообще могли бы оштрафовать и на 30000 но оштрафовали на 2 но тем не менее все равно оштрафовали то есть тут власти четко показали то что ответственность за нарушение вот этих антиковидных мер все-таки существует но имитировали некую гуманность потому что бабушку можно было бы насадить и на 30 но выписали ей вполне себе символический штраф в 2000 рублей многие опасались того что эта история превратится в публичную казнь но слава богу не превратилась не превратилась в публичную